Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, частенько я вам рассказываю о том, как я произвожу какие-то манипуляции в приложении брокера открытия. Напомню, что брокеров у меня два. У меня в открытии российские активы и у меня два брокерских счета в Тинькофф. Ну вот именно в Тинькофф, по-моему, я вам никогда не показывал, как, собственно, покупаются какие-то инструменты. Ну и сегодня я решил это сделать. Мне там надо немножко потратить немножко валюты, ну прям совсем чуть-чуть, но тем не менее для того, чтобы вам продемонстрировать процесс покупки активов, этого будет достаточно. Видео, мне кажется, будет полезно для совсем начинающих инвесторов, тем, кто, в принципе, на рынке уже не первый день. Я так думаю, оно будет не столь интересно, но все равно можете досмотреть до конца, если не трудно, поставить за него лайк. Основная моя мысль такова, что покупать сегодня активы, торговать на бирже, это очень просто и доступно. У многих почему-то в голове есть стереотип, что все это очень трудно, все это очень сложно. Для этого надо огромное количество денег, собирать какие-то бумаги, что-то там делать. Нет, друзья, все быстро и просто, все совершенно элементарно. В ссылочках, точнее, в описании под этим видео я оставлю вам ссылочки на открытие брокерских счетов, как в приложении Открытие Брокер, так и в Тинькофф. Все это делается онлайн, все это совершенно быстро и просто. Ну и после этого вы скачаете себе приложение через Play Market, например, или iOS. Ну и все, и попадете в него, и дальше сейчас я вам покажу, что надо делать. Вот так вот, друзья, после того, как вы зайдете в ваше приложение, будет выглядеть ваш брокерский счет, пополнять его и выводить с него совершенно элементарно. Обо всем этом тоже я вам часто рассказывал, повторяться не буду. Вот мой первый брокерский счет, на котором находятся мои фонды. Все очень удобно, можно смотреть, какое количество у вас в активах. В активах заходить в каждый актив, смотреть по нему, соответственно, динамику, отслеживать, как меняется котировка по данному активу. Ну вот тут с возможностью менять за месяц, за неделю, за день. Все очень быстро и просто. И вот мой второй брокерский счет. Это ИИС, тоже в брокере Тинькофф. Тут у меня 87904 рубля. И исключительно мои американские акции. Ну и, соответственно, по этим американским акциям мне время от времени уже начали поступать дивиденды. Этот портфель я создал относительно недавно, где-то в конце апреля. Ну и вот уже там какая-то копеечка мне пошла. Точнее, какие-то центы, если быть совершенно точным. Ну и вот недавно у меня было пополнение. Мне на долларовый счет упало несколько десятков центов. Ну и чтобы они у меня просто мертвым грузом не лежали, я вот эти деньги потом реинвестирую в фонды, в долларовые фонды, для того, чтобы они тоже работали. Ну то есть все деньги необходимо сразу же максимально быстро реинвестировать, для того, чтобы все это приносило вам повышенный доход по правилу сложного процента. Что мы, друзья, для этого делаем? Вот мои доллары, у меня есть 53 цента. Мы находим инструмент, который мы хотим приобрести. Ну, если у вас уже этот инструмент в портфеле есть, то тогда вам просто достаточно в него зайти. Ну и, соответственно, видите, появляются две кнопочки. Продать или купить. Если того инструмента, который вы хотите покупать, в вашем портфеле нет. Допустим, вы хотите купить что-то, чего у вас, ну, что у вас еще не заведено. То вам для этого нужно знать либо тикер той компании, которую вы приобретаете. Вот видите, TUSD внизу написано, ну, точнее, в верхней части внизу. Вечный портфель TUSD. Это тикер, это индивидуальный код этого инструмента, по которому его легко можно обнаружить. Либо можно набрать просто название этого инструмента. Ну, давайте попробуем. Нажимаем вот на эту вот шляпу. И здесь вот в поисковике набираем TUSD. Сейчас приложение подумает. И вот видите, предлагает нам фонд TUSD. Мы заходим в него и нажимаем кнопочку купить. Отмечаем, что хотим мы приобрести эти активы на ИИС, потому что у меня два брокерских счета. Я их вам только что показывал. Поскольку покупаем на ИИС, ставим галочку здесь. Далее. Покупка по рыночной цене или нет? Мы можем поставить по рыночной цене. Но я, друзья, если честно, поскольку я инвестор долгосрочный, я не спекулирую на бирже, я не заморачиваюсь установкой лимитированной цены. Я всегда покупаю по рынку и там какие-то центы не стараюсь выгадывать. Поэтому тут я ничего, как правило, не меняю. Но, опять же, это я так делаю. Если у вас другая точка зрения, если, например, за этот инструмент вы не готовы платить, например, вот он стоит 10 центов, а вы хотите заплатить за него не более 7, например, центов. Конечно, вы можете в этом поле поставить лимитированную заявку. Ну и ждать, что, возможно, кто-то продаст вам этот актив по 7 центов, ну либо просто его цена упадет до 7 центов. Но, друзья, надо понимать, что вы можете ждать этого очень и очень долго. А теперь мы выбираем то количество лотов, которое мы хотим приобрести. Брокер нам сразу подсказывает, что я могу купить 5 лотов. Я ставлю цифру 5. Итого я заплачу 52 цента. На счете у меня 53 цента. То есть я укладываюсь. И я нажимаю кнопочку «Купить». Ну, друзья, рассказываю, может быть, я вам это несколько долго. Но вы видите, что, в принципе, занимает все это буквально несколько секунд. И все. Проверяем. Теперь мы возвращаемся обратно в мой портфель. И мы видим, что у меня на счете осталось 0,02 доллара Соединенных Штатов Америки. И у меня добавились купленные 5 моих фондов. Теперь у меня в долларовых фондах 5 долларов 29 центов. Таким образом, только что с вашей помощью я реинвестировал полученные от американской компании дивиденды для того, чтобы эти денежки тоже находились в торговом обороте и приносили мне какой-то процент. Все, друзья, все быстро и просто. Не думайте, что биржа это для богачей, для избранных, для суперэрудированных, либо суперобразованных. Нет, этим может заниматься каждый. Но для того, чтобы начать этим заниматься и понимать, куда инвестировать, как инвестировать, как не допускать ошибок, которые допускают неизбежно многие новички, обязательно подписывайтесь на мой канал, на нем вы узнаете много интересного, полезного. Ну и я буду рассказывать о том, как это делаю я. Возможно, что-то полезное вы из этого почерпнете. Все, хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok